Добрый день! Сегодня у нас кубоид 2х2х3 от компании Чиимофанги. Здесь можно уже наблюдать подобные кубоиды от того же бренда, ну и парочка еще от менее известного и менее качественного. В чем же особенность и отличие? Коробочка стандартная, и мы видим, что выпускается кубоид в цветном пластике, в черном и в белом. То есть три вида. Вкрываем, впадает инструкция именно для кубоида. Кубоидные инструкции, причем по ней даже можно собирать. Коробочка обычная, сам кубоид. Ранее этот кубоид 2х2х3 выпускался либо только в черном, либо в черном и белом пластике. К примеру, в цветном я не видел. И, соответственно, поскольку я любитель цветного пластика, я решил приобрести и эту версию. Думаю, что поставим туда магнит и будет моим основным. По вращению, да, здесь все хорошо вращается. Ну, по крайней мере, не хуже, чем в версии из черного пластика. Все так же отлично. То есть кубоид от MoFungi хороший. Скажем так, из конкурентов есть Phanxin, но Phanxin, как по мне, чуть похуже. Кубоид выполнен из матового пластика, очень похожего на Warrior. Логотип такой же и собирается, как известно, достаточно легко. Все, кто умеет собирать Square, легко адаптируют алгоритмы из Square для сборки 2х2х3. То есть, как обычно, собирается одна сторона, вторая сторона, ну и дальше. Можно одним алгоритмом, можно двумя, собрать все остальное. Как бы на соревнованиях эта дисциплина есть. Ну, дополнительная дисциплина на официальных соревнованиях. И, по крайней мере, у меня среднее время, по-моему, было около 8 секунд на крайнем чемпионате. Даже я как-то пару раз занимал призовые места. Но использую я кубоид из черного пластика. У меня их два. Эти мы рассматривать, сравнивать не будем. Из этих двоих товарищей я что-то сделаю. Какой-нибудь Тиамский кубоид. Когда-нибудь. Вот у меня из черного пластика один магнитный кубоид и другой обычный. Я их обычно беру с собой на соревнования. Головолок компактный и очень удобный для того, чтобы носить с собой. Что важно. Версия из цветного пластика, которая теперь появилась. А внутри есть неокрашенный пластик, праймари. И это оказывает какое-то положительное влияние на вращение. Но в связи с этим также изменилось строение внутренних элементов. Если мы посмотрим на внутреннее строение кубоиды черного пластика, мы увидим, что магниты здесь у меня поместились. Хотя и пришлось срезать одну из вот этих трубок. Если это видно на камере. То есть вот этот кубоид магнитный. Да и магнитный мне нравится больше. Если же разобрать кубоид из цветного пластика, то мы видим, что строение внутреннее здесь сильно поменялось. И теперь, если мы снимем вот эти цветные пластинки, то увидим здесь вот такую вот конструкцию, к которой крепятся вот эти цветные детальки. И, соответственно, магниты здесь, конечно, можно расположить, но только вот в этой зоне. Здесь и здесь. А вот на этой части уже это сделать будет проблематично. Либо потребуется какая-то доработка, здесь что-то вырезать, либо никак. Покажу еще раз. На кубоиде из черного пластика. Вот этот магнит легко сюда ставится. Если срезать одну из таких трубок, и здесь было три на кубоиде из цветного пластика, это сделать уже будет трудно. Собирается, разбирается уголок как конструктор. Легко догадаться, как это делается. Он вставляется по рельсам. И сверху защелкивается крышкой. И вот наш кубоид снова в форме. Таким образом, отношение к этому кубоиду у меня двоякое. С одной стороны, это очень хороший кубоид, который вполне приятно собирать. Но магниты при него поставить труднее. Ну или поставить можно только на слайсе. Достаточно легко. А на эти движения уиды магниты поставить трудно или невозможно. К слову сказать, на моем магнитном кубоиде магниты не так сильно и чувствуются. На слайсе, да. А здесь, ну, незначительно. То есть, с одной стороны, конечно, просто что нельзя. А с другой стороны, замагнить, конечно, можно, но только на слайс. Без особых доработок. В итоге, если вам нужен просто хороший кубоид, 2х2х3, и вы не планируете его модифицировать, то смело можно брать из цветного пластика. Если вы хотите кубоид с магнитами, ну, самостоятельно их сделать и прикладывать меньше усилий, то лучше взять из черного пластика. Ну или белого. Я не знаю, в новой парте изменилось ли внутреннее строение вот этих кубоидов, но, скорее всего, нет. Так что, цветной пластик хорош. Ну, а черный тоже неплох. Отличная головоломка. Можно тренировать. Я в ближайшем будущем сделаю обучающее видео по 2х2х3, именно, ну, более-менее продвинутого метода. Да, его можно собирать интуитивно и одной форму для перестановки двух углов. Можно интуитивно собрать средний слой и совсем простыми поворотами. Ну, даже не особо думая, можно поворачивать и средний слой. Соберется. Далее собрать белую и желтую стороны, как в 4х4 центре. И потом можно одним алгоритмом переставить все углы в нужную позицию. Как и в сквайре, можно, ну, за 4 применения в самом худшем случае одной формулой собрать все углы. Но можно и как-то и побыстрее. То есть можно здесь взять формулу эсквайра, которая называется «Глаза-глаза» и углы соберутся. Ну и дорешать средний слой тоже вполне интуитивно. Как-то вот так. Хороший кубоид, но проще модифицировать именно из черного пластика. Помимо более-менее популярного кубоида 2х2х3, компания Чи выпустила еще 3х3х2. И для меня это не менее интересная головоломка, в том числе в качестве дополнительной дисциплины. И проездку будет отдельное видео. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.